Архан-Памук. Стамбул. Город воспоминаний. Читает актер Игорь Тарадайкин. Лишь тот пейзаж красив, что навевает грусть. Ахмед Расим. Глава первая. Другой Архан. В детстве я верил, и эта вера на долгие годы осталась где-то в глубине моей души, что на одной из стамбульских улиц есть дом, похожий на наш, и в этом доме живет другой Архан, во всем похожий на меня как близнец, как двойник. Откуда у меня взялась эта мысль, я не помню. Скорее всего, она появилась не сразу, а стала результатом сплетения в детском сознании неверных догадок, случайных совпадений, заблуждений и страхов. Чтобы объяснить, что я чувствовал, я должен рассказать об одном из первых случаев, когда она проявилась в моей голове вполне отчетливо. Однажды, в возрасте пяти лет, меня на некоторое время увезли из родного дома. После очередной ссоры и временного расставания, отец и мать уехали мириться в Париж, оставив меня и моего старшего брата в Стамбуле. Брат остался в Нишанташе, в родовом доме семейства Помук, с бабушкой и прочими родственниками, а меня отправили в Джихангир, к тете, маминой сестре. В этом доме, обитатели которого встретили меня любовью и улыбками, на стене в белой рамке висел небольшой детский портрет. Время от времени тетя или ее муж, показывая на него, с улыбкой говорили мне, «Посмотри-ка, это ведь ты». Симпатичный, большеглазый мальчик, изображенный на рисунке, действительно был немного похож на меня. И на голове у него была точь-точь одна из тех кепок, в которых я выходил на улицу. И все же я понимал, что это не совсем мой портрет. В действительности, это была репродукция европейского рисунка, изображающего хорошего мальчика в стиле китч. Я все думал, не может ли это быть какой-то другой архан, живущий в другом доме. Но сейчас я и сам переехал в другой дом, словно это было нужно для того, чтобы встретиться с моим двойником, живущим где-то в глубинах Стамбула. Однако перспектива этой встречи меня совсем не радовала. Я хотел вернуться в настоящий дом, в дом моей семьи. Когда мне говорили, что на портрете на стене «я», мои мысли начинали немного путаться. В голове у меня кружились, сплетаясь друг с другом. Я сам, мой портрет, рисунок, похожий на мой портрет, мальчик, похожий на меня, и другой дом, плод моего воображения. Я хотел вернуться домой, к своей семье, чтобы никогда больше оттуда не уезжать. Желание мое сбылось, и вскоре я вернулся в родовое гнездо. Но завораживающее видение другого архана, живущего в другом доме, где-то в Стамбуле, меня не покинуло. В детстве и ранней юности меня часто посещали мысли о моем двойнике. Иногда, проходя по Стамбульским улицам, я, глядя на освещенные оранжевым светом окна, представлял себе счастливых и спокойных людей, мирно живущих за ними. И когда я пытался разглядеть, что происходит внутри, меня на мгновение пронзала мысль о том, что в одном из этих домов живет другой архан. По мере того, как я взрослел, видение возвращалось все реже, и, наконец, стало приходить ко мне только во сне. Порой, когда во сне я встречался с другим арханом, неизменно в другом доме, я просыпался, крича от страха. Но иногда мы молча смотрели друг на друга с удивительным и безжалостным спокойствием. Когда я просыпался, то чувствовал, как сильно я привязан к моей подушке, к моему дому, к моей улице, к району, в котором живу. Когда же я чувствовал себя несчастным, то мечтал о том, чтобы переехать в другой дом, туда, где живет другой архан, и зажить его жизнью. И в какой-то момент даже начинал немного верить в то, что стал другим арханом. Эти грезы-то от меня утешали, что переезжать в другой дом уже не было необходимости. К чему я, собственно, это рассказываю? Дело в том, что за всю свою жизнь я так никуда и не переехал. Из своего района, со своей улицы, из своего дома. Я уверен в том, что сейчас, пятьдесят лет спустя, я по-прежнему живу в нашем старом доме. Впрочем, за это время успев пожить и в других районах Стамбула. Там, где мама, взяв меня на руки, впервые показала мне мир, там, где были сделаны мои первые фотографии, как-то связана с утешительной мыслью о существовании другого архана. Мне кажется, что и своеобразие моего рассказа о себе и, стало быть, о Стамбуле проистекает из того, что в эпоху миграций и писателей-переселенцев я умудрился прожить пятьдесят лет на одном месте, более того, в одном и том же доме. Вышел бы ты на улицу, сходил бы куда-нибудь или съездил, печально говорила мне, помнится мама. Есть писатели, такие как Конрад, Набоков, Найпл, которые, сменив язык и культуру, покинув свой народ, родину, континент и даже влившись в другую цивилизацию, с успехом продолжают писать. Я знаю, что если их творческие силы только крепли от изгнания или скитаний, то я, как писатель, сформировался именно благодаря этой неразрывной связи со своим домом, улицей, городом, видом из моего окна. Такая привязанность к Стамбулу накладывает на характер человека отпечаток судьбы этого города. Флобер, побывавший в Стамбуле за сто два года до моего рождения, под впечатлением от его многолюдности и разнообразия, написал в одном из своих писем, что он уверен, через сто лет Константинополю суждено стать столицей мира. Но Османская империя рухнула и исчезла с лица земли. Его предсказание сбылось с точностью да наоборот. Когда я родился, роль Стамбула в мире была наименее значительной за все две тысячи лет его существования. Он переживал свои самые печальные дни слабости, нищеты, заброшенности и изоляции. Воспоминания о былом величии Османской империи, бедности, заполонившие город развалины, навевающие тоску, «Вот с чем всю жизнь ассоциировался у меня Стамбул. И всю жизнь я пытался побороть эту тоску. Или же, как все стамбульцы, наконец, житься с ней». Любой человек, задумывающийся о смысле жизни, хотя бы раз задается вопросом о значении места и времени своего рождения. Почему я родился именно сейчас и именно в этом уголке мира? Справедливо ли, что мне, как лотерейный билет, выпали именно эта семья, страна, город, который я должен был полюбить и в самом деле искренне полюбил? Порой я чувствую себя несчастным из-за того, что родился среди развалин и праха, рухнувшей империи, в блекнущем и ветшающем от уныния, тоски и бедности Стамбуле. Внутренний голос, впрочем, говорит, что на самом-то деле мне повезло. Что касается материального положения, то иногда я думаю, что я счастливчик, поскольку родился в обеспеченной семье. Бывает и так, что думаю наоборот. Как правило, мне удается убедить себя в том, что нет смысла переживать по поводу своей внешности. Эх, был бы я покрепче да посимпатичнее. Или пола. Будь я женщиной, неприятностей от этого было бы не меньше. Это моя судьба. Я понимаю, что Стамбул, город, в котором я родился и провел всю жизнь, тоже стал моей судьбой. Книга, которую вы держите в руках, об этой судьбе. Я родился в Стамбуле. 7 июля 1952 года в маленькой частной клинике в районе Мода, вскоре после полуночи. Коридоры клиники и мир вокруг нее были погружены в ночную тишину. На нашей планете, за исключением извержения неожиданно проснувшегося двумя днями ранее в Италии вулкана Стамболини, все было спокойно. Среди газетных заметок о воюющих в Северной Корее турецких солдатах появились не привлекшие особого внимания сообщения о том, что под данным из американских источников северяне, возможно, готовятся применить биологическое оружие. За несколько часов до моего рождения мама читала другие новости, вызвавшие у нее, как и у большинства жителей Истамбула, большой интерес. Новости о событиях, имевших место в нашем городе. Два дня тому назад, ночью, в районе Ланга, при попытке проникнуть в дом через окно уборной, был замечен вор-рецидивист в устрашающего вида маски. Сторожа и отважные студенты из Канийского общежития пустились за ним в погоню и, в конце концов, загнали на склад пиломатериалов. Там злоумышленник, покрыв полицейских напоследок отборной бранью, покончил жизнь самоубийством. А днем позже, при опознании тела, один торговец тканями узнал в нем бандита, который за год до этого, средь бела дня, совершил вооруженное нападение на его лавку в Харбье. Мама читала эти новости в полном одиночестве, поскольку, как много позже она рассказала мне с некоторой обидой, отец, уложив ее в клинику, заскучал в ожидании родов и отправился повидаться с друзьями. Поздно вечером, перебравшись через садовую ограду, к ней в родильную палату пришла ее сестра, и больше никого из родственников рядом не было. Увидев меня в первый раз, мама подумала, что по сравнению с моим братом, родившимся двумя годами раньше, я выгляжу слабым, хрупким и худеньким. Мама подумала. Я употребил здесь простое прошедшее время, а надо было бы прошедшее с окончанием мисс. Я очень люблю это время, которое в турецком языке используется, когда мы рассказываем сказки, говорим о своих снах и вообще о том, что на самом деле с нами не происходило или происходило, но не с нами, когда мы пересказываем то, что слышали от других. Это время весьма уместное в рассказе о тех временах, когда мы лежали в колыбели, катались в коляске или делали свои первые шаги. Ведь о первых годах нашей жизни мы узнаем от родителей спустя годы и с напряженным интересом внимая их рассказам, как будто смотрим со стороны на чьи-то чужие первые шаги и слушаем чьи-то чужие первые слова. Это волшебное ощущение, похожее на то, что мы переживаем, видя себя во сне, способствует появлению привычки, которая сопровождает нас всю жизнь. Привычки судить о смысле всех событий нашей жизни и даже самых сильных ее наслаждений на основании чьих-то чужих мнений. Выслушивая рассказы о нашем детстве, мы охотно верим им, а позже начинаем воображать, что и в самом деле помним то, о чем нам рассказали, и уже сами делимся с другими этими воспоминаниями. Таким же образом, то, что было сказано другими по поводу различных пережитых нами событий, с течением времени не только превращается в наше собственное суждение, но и становится важной частью наших воспоминаний об этих событиях. Так же, как мы усваиваем чужие суждения о жизни, мы, как правило, перенимаем у кого-то и мнение о городе, в котором живем. Иногда, когда я принимаю чужие слова о себе и о Стамбуле за свои собственные воспоминания, я говорю себе, используя то самое время с окончанием «Мисс». Вроде бы, занимался я когда-то живописью. Говорят, что родился и вырос я в Стамбуле, был любознательным ребенком. Долго ли, коротко ли, исполнилось мне 22 года, и взялся я ни с того, ни с сего писать роман. В таком духе я хотел бы написать и эту книгу, чтобы рассказать обо всей моей жизни так, как будто говорю о ком-то другом, как будто пересказываю волшебный сон, в котором слабеют голос и воля. Однако мне думается, что язык сказок неубедителен, ведь он описывает жизнь словно этап, предшествующий другой, второй жизни, более настоящей и яркой. в которую мы переходим, как будто просыпаемся. А для таких, как я, возможность прожить вторую жизнь заключается ни в чем ином, как в книгах, подобных той, что ты, читатель, держишь сейчас в руках. Осуществление этой возможности зависит и от тебя. Я буду с тобой честен. Отплати же мне за это своим благосклонным вниманием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok